Всем привет, с вами Йети, я недавно посмотрел видео Алексея Мокшина с его актуальной формой, проект Спортфаза, он готовится по Мэнс Физику, выступает. Хотел бы сейчас провести оценку, что в общем-то происходит, почему люди, его аудитория так недовольна его формой, искрещивают такие понятия, как труд, фармакология, набор мышечной массы, сушка, например, и такое понятие, как крепление, генетика, которые в общем-то изменить нельзя. И они ему пишут, например, форма у тебя не айс. Что они имеют под этим ввиду, я не понимаю. То есть давайте посмотрим вот реально на его актуальную форму, обратимся к фотографиям, которые у него были за период, когда он тренировался натурально, довольно длительное время, и поразмышляем, сделал он что-то или ничего не сделал, ничего не изменилось, стало только хуже. Давайте так, вот фотографии натуражки. В общем-то мы видим прекрасно, что у него руки отстают, там есть какие-то мышечные объемы. Для натуражки многие скажут, что неплохо, но вот если он сядет на химию после такого длительного стажа натуражки, то он должен стать чем-то наподобие Арнольда Шварценеггера, как минимум. Мышцы резко должны стать красивыми, то есть у него не было рук, не было бицепса, трицепса, они были плоскими. И сейчас он начнет курсить, и у него, в общем-то, по случайному стечению обстоятельств всегда росла грудная мышца, практически она всегда доминировала. Дельты были, ну да, неплохие, в общем-то, это видно, но не такие, как грудная. И рук не было практически вообще, так же не было ног. А сейчас он сядет на фарму, и вся эта ситуация перевернется в корни. То есть начнут расти руки, начнут расти ноги, грудная там чуть-чуть вырастет, но, в общем-то, пропорции резко улучшатся. Я не знаю, почему люди так думают, мне, в общем-то, это непонятно. Для меня очевидно было, что если у него бицепс и трицепс плоский, пока он тренируется в натуражку, а он не торчит в сторону, то и на фарме будет примерно та же ситуация. Но большинство это не очевидно. Давайте так, вот посмотрим, действительно, что у него выдается из пропорций. То есть, почему он выглядит плохо, почему его называют дрячом, что хочет от него действительно аудитория. Давайте оценим. Вот его, в общем-то, позирование текущее. И что там на самом деле не так. На самом деле, что нам не нравится? Почему мы не считаем, что вот он классный мэнс-физик? Его рост-вес, в общем-то, удовлетворительный для категории. У него нет недостатка мышечной массы. То есть, у него огромная грудная мышца, развитая довольно, глубокая при этом. Глубокие сухие дельты. Да, его чуть-чуть подзалило, вены надулись, и на животе образовалась прослойка воды. Он ее может слить за 3-4 дня. Какие, в общем-то, претензии по форме? Он сухой, он высушился, объем он добавил. Относительно своей предыдущей подготовки. Сухость он сделал. Подготовиться он сможет. Слить воду проблем не составляет. То есть, сухость, глубина у него уже есть. Вопрос. Какие к нему претензии по форме? Почему говорят, что форма убогая? Что вы подразумеваете под понятием формы в таком случае? Что конкретно не нравится? Предельной сухости нет? Так она есть. В грудной мышце мы видим, как делятся, бегают все волокна, когда он, в общем-то, тренируется. На дельтах мы видим ту же ситуацию. Если такой ситуации не происходит на спине, как бы вам это хотелось, на трицепсе и на бицепсе, то данные мышечные объемы пока недостаточно большие, чтобы мы могли это заметить. То есть, пока у вас нет мышечных объемов определенных, то мы не заметим там деления какие-то и все прочее. Пока не произошло явного качественного увеличения мышечных объемов. Ну, в общем-то, мне вот, например, было очевидно, что руки у него не начнут там дико прогрессировать, как вы бы этого хотели. То есть, например, давайте обратимся к довольно недавней фотографии из коронного имокшена. И, в общем-то, посмотрим, что действительно нам не нравится в его пропорциях. Давайте сравним, чем они отличаются. Ну, в общем-то, он повыше, как мы понимаем, он 190 сантиметров. Мясо на нем чуть-чуть поменьше, но, в общем-то, они выглядят примерно одинаково с точки зрения мясистости. В качестве они примерно в одном, один и тот же процент жира. Почему скоромный выглядит более складным, он не выглядит дрячем? Посмотрите хотя бы на трицепс. У скоромного он торчит в сторону, он очень сильно выпирает. У мокшена этого трицепса нет. И, в общем-то, быть не могло, потому что мы изначально видели, что у него этот трицепс не растет еще в натуражку. И все почему-то думают, что на фарме он должен резко вымахать. Нет, он будет точно так же медленно прибавлять. Очень медленно. Он стал лучше, чем в натуражку, но он не станет, как у скоромного. Вы верьте в это, не верьте. 10 лет или 20 лет он будет курсить. Не будет у него трицепса, как у скоромного. Поэтому, что вы хотели, собственно, чтобы у него крепления стали более удачными и трицепс стал расти. Если мы обратим внимание на дельты, например, которые нам тоже не нравятся, то в дельтах ситуация заключается в том, что они покатые. Он эту ситуацию тоже исправить не может. Будет он фарму ставить или будет что-то другое делать. Будет он долбить их, не будет он их долбить. В мясе он добавил. Как это мясо расположилось? Исходя из его креплений. Максимальная толщина брюшка средней дельты приходится чуть ниже, чем нам бы этого хотелось. Для создания шарообразных дельт нужна необходимая генетика. То есть мышцы должны крепиться особенным образом. Если у вас толщина основная брюшка средней дельты приходится ниже, чем нам бы этого хотелось, ключица, например, ее угол тоже отличается, то у вас может быть акцент либо на развитие трапеции, либо на развитие дельтовидных мышц. И вам только кажется, что вы какими-то тренировками способны заставить среднюю дельту по креплениям переползти вверх. То есть на что вообще рассчитывают? На то, что у него бицепс вниз уползет, например. Если мы видим, опять же, руки, мы явно видим, что они отстают, что они палки. И, кстати, эту ситуацию мы не замечали на его массонаборе. Но вы понимаете, что дело в том, что у него просто элементарно было больше воды, поэтому это не было заметно. А качественных приростов там пока серьезных не происходит. И, к сожалению, он этот процесс ускорить тоже не может. Он будет лучше и лучше от каждой подготовки. Но, в общем-то, сгладить эту ситуацию он не сможет. И я вам гарантирую, что он не сделает форму в Менс Физик там такую, как вам бы хотелось видеть. Как это у низкорослых, например, спортсменов получается. У пропорциональных. Грудная тоже не той формы, как у Гусева, например. У Гусева, если взять ее как эталон грудной мышцы для Менс Физика из России. Ну, как эталонную, самую красивую форму, скажем так, самую наполненную, мясистую. Где нет каких-то явных перекосов в сторону развития нижних отделов грудной мышцы или верхних отделов. То есть, она пропорциональна. То в данном случае у него это все не выглядит так красиво. Хотя мышечный объем там может быть тот же самый. Например, если его сравнить с Гусевым, то пропорция роста к весу у них будет плюс-минус одинаковая. Но у Мокшена это мясо располагается не так красиво, как бы нам этого хотелось. Естественно, он за такой короткий срок не мог исправить и сделать, в общем-то, идеальную форму, как этого все хотят. Как хотели от меня, например, в свое время. То есть, чтобы за одну подготовку на первые соревнования ты вышел в идеальной форме. Ты же курсишь. А от курса, что у нас крепление для трицепса улучшится. Если мы видим во всех ракурсах, что, в общем-то, у него толщины там практически нет. Ее не было в натуражку и не станет на фарме. Потому что это точно так же будет прибавляться. Сделать акцент. Но видно даже, что с акцентом это ничего не изменит. То есть, ему предлагают там перестань долбить грудную и дельты. Тренируй трицепс, тренируй бицепс, тренируй спину. Это ничего ровным счетом не меняет. Вам кажется, что правильные тренировки на 100% как-то могут изменить приоритеты развития тела. Но если у человека сбалансированная программа тренировок, довольно адекватная. На все мышечные группы приходится определенная часть объема нагрузок. То есть, там условно три упражнения по три подхода на каждую мышечную группу в неделю. Ну, скажем так. Ну, естественно, для больших больше объема нужно, для маленьких меньше. Но у средним. То плюс-минус, что бы он там не менял в этом тренировочном процессе, у него с трудом откликаются одни мышцы и очень хорошо откликаются другие. Единственный выход это не тренировать грудную вообще и не тренировать те мышцы, которые у него, в общем-то, доминируют. Но у него это в основном одна грудная. То есть, ног у него не было еще при натуральном процессе тренинга, при использовании фармакологии. Поэтому он сразу подался в менсфизик. Потому что ноги, они тоже никогда не станут крутыми. Конечности у него отстают явно. То есть, ноги, они не такой формы, чтобы на них просто можно было накидывать мясо и это выглядело круто. Мясо он накидывает, но он остается в пропорциях тем же, кем был. И он не способен повлиять на эту ситуацию. Поэтому я не знаю, что вы от него хотите. Если бы он был жирным, залитым, например, как вариант, то тут понятно, что это чисто его труд, его усилие. То есть, он может диетить и скидывать жир. Либо он может там набирать мышечную массу, питаться белком, тяжело тренироваться и так далее. То есть, эти процессы мы можем регулировать. Набор мышц, сушку, если он показывает, опять же, что он здоров полностью с точки зрения эндокринной системы, как минимум. И у него этот жир может спокойно уходить. То, в общем-то, проблем нет просушиться и набрать. Это легко можно этим управлять, этими моментами. Но вот отстающие мышцы настолько сильно сделать другими какими-то, это невозможно. По крайней мере, он крепление изменить никак не может. Плечи покатые, потому что брюшко мышцы, самая толстая его часть, находится ниже. Если бы она находилась в середине, они были бы шарообразными. А вот она и в середине не находится, к сожалению. Что касается трицепса, там та же самая ситуация. Внешний пучок у него очень маленький. То есть, скорее всего, у него очень маленькое брюшко внешнего пучка. И, соответственно, очень длинное сухожилие. Как у меня такая же ситуация, у меня трицепс тоже отстает. У меня еще плюс ко всему отстает грудная. Но, например, ноги у меня доминируют. И там идеальные крепления, вне зависимости от того, как часто я их буду качать. Буду качать один раз в месяц, будут такие же. Я проводил подобный эксперимент. То есть, они хуже или лучше не становятся. Они хорошие. Я могу их сделать еще лучше, накидывая на них мясо. Но есть мышцы, на которые ты сколько мяса ни накидывай, они все равно выгодно смортреться не будут. То есть, например, дельты. Если они покатые, но они и будут покатыми. Объем он добавил. Можно же сказать, что это труд. Но это видно и так, что это труд, то, что он мясо набирал. Сухость он тоже сделал. То есть, он просушился. Тут тоже нельзя сказать, что у него есть какие-то косяки. Да, его подзалило. Он может эту воду, скорее всего, слить. Потому что, скорее всего, у него была другая абсолютно форма. Но вот с руками ситуацию ему не удалось исправить. Он ее не исправит. Там слишком маленькие мышечные объемы в трицепсе в том же. На межсезонье, когда он отъедается, отпивается, заливается водой. Это незаметно. Но когда он высыхает, понятно, что оттуда уходит максимальное количество воды. И у меня тоже так было. У меня руки тоже на сушке сыпались. И сейчас сыпаться будут. Просто все равно ты от одного цикла подготовки к другому выносишь какую-никакую прибавку в мышечной массе. То есть, постепенно у тебя каждая мышечная группа становится лучше. От него требуется, чтобы у него не только прибавка в мышцах была. И, скажем так, потом в дальнейшей сушке сохранить эту мышечную массу. А еще, чтобы у него крепления каким-то образом переместились так, чтобы он выглядел круто. В массе-то он добавил 5-10 килограмм там в своих пропорциях. Ну, плюс-минус он прибавил за этот период, пока он использует фарму. И он сделал сухую форму относительно. Но при этом, как вы ему предлагаете, перешить свои крепления, чтобы у него бицепсы уползли к низу. Потому что с бицепсами та же самая ситуация. Брюшко мышцы максимально толстая в подмышечной области. А там ближе к локтю ничего не остается. Если, например, крепление, сухожильная часть очень длинная, а брюшко короткое. То, когда вы будете выпрямлять мышцу вот таким образом. У вас равномерно будет распределяться вся мышца по поверхности. То есть, в данном случае у меня на бицепс удачное крепление. То есть, у меня они крепятся практически к локтю. Там немножко можно, ну, пару пальцев, наверное, не всунешь. Это один палец максимум по месяцу. А если там огромная сухожильная часть, то есть бицепс где-то посерединке плеча только начинается. То, соответственно, вы что делаете, что не делаете, он в распрямленном положении всегда будет маленьким. То есть, в распрямленном, в боковых позах, например, при сокращенном бицепсе, он может смотреться выигрышно. Но когда он распрямляет руки, вот как было это на позировании, он всегда будет выглядеть так. Иначе ему придется сделать руку сначала 60 сантиметров. Потому что тогда она тоже в распрямленном положении может смотреться более-менее хорошо. Но, к сожалению, 60 сантиметров он не сделает так быстро. Ну, либо 50 сантиметров. 50 исправит ситуацию. А вот по поводу развития внешнего пучка трицепса, который, например, у скоромного аж глаза бросается, на это сложно не обратить внимание, а у мокшена его вовсе нет, то вот это и создает дикую диспропорцию. То есть, в данном случае у него не все плохо, у него неплохая форма. У него есть и сухость, и есть мышцы. И мышцы приросли за этот период. Но крепление он перешить не может. Это вопрос хирургии уже. Или там правильного рождения, скажем так, чтобы он родился правильно изначально. Но он это исправить тоже не может, эту ситуацию, к сожалению. То есть, фармакология, труд, она дает возможность набирать мышцы. Можно сделать какой-то акцент, но не нужно рассчитывать на то, что этот акцент даст возможность 100% задействовать потенциал одной мышечной группы и не задействовать потенциала другой. Они все переплетены. То есть, плюс-минус вы там на 10% можете сместить какие-то акценты между мышцами, которые не пересекаются. Но никак по-другому. И поэтому те претензии, которые ему высказываются, я считаю, они абсолютно необоснованными. То есть, сухость он сделал, форму он сделал. Какие еще претензии к нему? Собственно, он выжимает то, что можно из его генетики. Да, ему с ней не повезло. Но ему предъявляют в большинстве, что у него нет формы. Что значит нет формы? То, что у него какие-то мышечные группы отстают, это генетика, это крепление. Мы видим и очевидно и так. Я на сотнях примеров видел, что у кого огромный пучок внешний трицепса, то есть маленькое очень сухожилие и огромное брюшко, у того всегда этот внешний пучок выдается при всех передних позах, когда он стоит, его отчетливо видно. В боковых позах он выигрывает. Трицепс сбоку он выигрывает. Так и будет. У него более мясистым будет этот пучок. Но если это касается, например, маленького внешнего пучка, который у Мокшина, то он с этой ситуацией ничего не сделает. И он не сможет его накачать до тех объемов, до каких вам хочется. Возможно, у его подписчиков такой маленький опыт тренировок, чтобы они могли о чем-то рассуждать и имели какую-никакую логику. Но ему предъявляют, что у него нет формы. Так вот, я говорю, по критериям у него форма есть. Мышечные объемы, они не везде, естественно, у него огромные. Да, спина тоже слабенькая. Там нет вот этого разделения четкого по пучкам, по отдельным мышечным группам. То есть, мы не видим его. Ну, по крайней мере, опять же, не хватает просто общего объема. Чтобы этот визуальный эффект глубины создать, нужен общий объем. Его нужно увеличивать. Спина ему труднее дается, как правило. Ну, может быть, он там что-то неправильно строит в тренировочном процессе, что маловероятно. Скорее всего, это просто отставание, это уже генетика, с которой ты ничего не сделаешь. Но он развивается в тех пропорциях, в которых это было задано еще в момент, когда он тренился натурально. Поэтому претензии в его сторону, они чаще всего необоснованные. А с ногами была бы та же ситуация. Его бы заставляли приседать постоянно, как ему сейчас предлагают. Не качать грудную и дельты, а качать только трицепс, бицепс и спину. Что это изменит, по большому счету? Да ничего. Это ничего ровным счетом не даст уже. То есть, в период массонабора, если он будет так делать, то незначительно это сместит акценту, но они все равно будут недовольны. Так же, как никогда недовольны моей грудной, говорят мне, качать там что-то, качать как-то под углом, перекидывая руку через ухо. И таким образом грудная будет задействоваться лучше. Но, к сожалению, так не работает. Оно будет только в рамках твоей генетики иметь высокий или низкий потенциал. Но не в рамках генетики миллиардов людей. В принципе, на этом все. С вами был Йети. До новых встреч.